Добрый день, меня зовут Екатерина Николаевна Искусова. Я являюсь заведующим лабораторией кафедры химического и фармацевтического инжиниринга. И, как уже понятно из названия мастер-класса, мы в том числе производим аэрогейм. Точное название нашего мастер-класса – это «Как получить самый легкий материал в мире» – мастер-класс по получению аэрогейм. Для начала давайте же разберемся, что такое аэрогейм. Аэрогейм – это нано-пористый твердый материал с очень низкой плотностью, в котором жидкая фаза измещена газообразно. Пока что ничего не понятно и очень сложно. Но сначала я вам объясню, какие у него есть преимущества, расскажу. Потом немножко разберемся, почему это так важно и где его вообще используют. Аэрогейм обладает высоким и отдельным площадью поверхности и объемом пор. Также низкой плотностью, как мы уже говорили, высокой пористостью до 99% и маленьким диаметром пор. Что такое пористость? Вот как видно на картинке, этот материал имеет очень много пор. Но так как они большие, мы их можем видеть. На аэрогеле, на фотографии по аэрогеле мы не видим такие пористые структуры, а потому что диаметр очень маленький настолько, что материал кажется монолитным, что нет никаких в нем пор. Из-за того, что он такой пористый, он даже прозрачный. Что такое удельная площадь поверхности? Это тоже очень важное свойство аэрогелей. Я попробую вам объяснить вот на вот этой картиночке, которая вот здесь сверху. Вот, например, у нас есть не пористый материал и молекулы газа, твердого жидкости, чего угодно, будут распределяться просто на поверхности. Может быть, еще какой-то верхний слой будет. Это максимум. Когда у нас пористый материал, у него появляются поры, в котором также могут располагаться наши молекулы. И из-за этого у него больше пространства, в нем больше пространства. Что такое удельная площадь поверхности? Это общая площадь поверхности, включая поры. Потому что поверхность вот этого материала будет меньше, чем пористого. Видите, здесь появляется больше пространства, больше площади. И, как на предыдущем слайде было написано, удельная площадь поверхности может достигать 2000 метров квадратных на грамм. Чтобы было более-менее понятно, что это такое. Ну, вот, например, трехкомнатная квартира. Ну, сколько это? Это 70, пусть будут, квадратных метров. Вот разделите 2000 на 70. Это вот столько трехкомнатных квартир может поместиться на одном грамме аэрогеля. Это очень большая площадь. Из-за такой огромной удельной площади поверхности мы можем что-то внутрь поместить, вот как показано на картинке. И поэтому аэрогели используют для того, чтобы помещать в них какие-то активные вещества. Например, медицинные фармацевтики. Мы можем поместить туда вещества, пусть это будет таблеточка, и проглотить. И очень много можно поместить туда действующего вещества по отношению поверхности. А, не сказала. Аэрогели могут быть органическими, неорганическими и гибридными. Гибридные – это когда вместе и органика, и неорганика. Но это в зависимости от того, какое вам нужно применение. Из-за того, что аэрогели мы можем делать органическими, мы спокойно можем их применять в медицине и фармацевтике. А неорганические аэрогели в основном используются в качестве теплоизоляции. Что такое теплоизоляция? Может, еще не сталкивались, но, например, дома частыми, их чаще всего теплоизолируют, чтобы зимой внутри было тепло, а летом, наоборот, прохладно. Это, получается, нам нужен такой материал, которым мы обклеим наш дом, чтобы он не пропускал горячий воздух летом и не пропускал тепло. И, наоборот, когда у нас жарко. И какими свойствами должен обладать теплоизолирующий материал вообще, как это работает, теплоизоляция? Например, у нас, представим, что вот это пора. Вот такая же пора, просто в другой проекции. Вот это молекула горячего или пусть будет горячего воздуха. И когда она попадает в пору, она начинает биться об стенки поры. И каждый раз, когда она соприкасается с стенкой, она часть своей энергии, часть своей теплоты отдает в стенку. И, получается, пока она сделает, когда она сделает несколько таких, несколько раз и она отобьется, она здесь отдала немножко энергии, здесь, здесь. И на выходе у нас уже не горячий воздух, а холодный. И вот так работает теплоизоляция. Но почему именно аэрогель, а не обычная теплоизоляция, которую все всегда используют? Потому что у аэрогеля очень маленький диаметр пор, во-первых. Во-вторых, они длинные и во всей структуре. И, получается, у нас воздух будет проходить длинный коридор в аэрогеле. В то время, как в обычном материале теплоизоляционном эти поры маленькие или не длинные, но большие. И молекула два раза сделает такое отбивание от стенок и все. И она также будет горячей, ну не такая горячая, как изначально, но будет пропускать через себя тепло такой материал. Поэтому аэрогели такие классные. Сейчас тенденция использовать аэрогели, может быть, совершили в курсе, как Сиоми сейчас используют. Аэрогели как теплоизоляция. Аэрогели еще за счет того, что обладают очень низкой плотностью, они очень легкие. Настолько легкие, что их теперь начали отправлять в космос. Потому что очень важно, чтобы летательный аппарат вот этот был очень легкий, его было легко поднимать. Все это обивают не вот такими теплоизолирующими матами, а вот таким слоем аэрогели. Это, получается, масса уменьшается раз в 10, я думаю, точно. Что мы еще тут не сказали? Ну, я думаю, про применение должно быть понятно. Как же их получать? Здравствуйте. Сегодня у нас будет мастер-класс по получению неорганических аэрогелей. Потому что, мне кажется, поинтереснее будет. Чтобы получить неорганический аэрогель, мы используем золь-гель-метод. Что это такое? Давайте разберемся сначала, что такое золь. Золь-это коллоидная система с жидкой средой, в которой равномерно распределены твердые частицы. Но это не просто твердые частицы, они наноразмерные, до 100 нанометров. И если возьмете золь, вы не отличите его от обычного раствора, в котором ничего нет. Он полностью прозрачный. Настолько маленькие частички там плавают. Как мы получаем неорганический золь? Для этого мы смешиваем прекурсор. Что такое прекурсор? Это вещество, в котором находятся частицы целевого вещества, из которого будет состоять структура. Например, если мы хотим сделать аэрогель из диоксида кремния, значит в прекурсоре у нас должен присутствовать диоксид кремния. Если у нас аэрогель будет органический, мы хотим органический, из хитозана, например, значит прекурсор у нас будет включать в себя хитозан. Затем нам необходим растворитель. В нашем случае это изопропиловый спирт. Это может быть не только изопропиловый спирт, это могут быть любые спирта, гексан, ацетон, что угодно. И кислотный катализатор. Теперь разберем немножко реакцию гидролиза. Как раз таки с помощью реакции гидролиза мы получаем золь. Мы вместе смешиваем прекурсор, наш растворитель и кислотный катализатор. Зачем вообще нам нужен кислотный катализатор? В гидролизе, как видите, в реакции наш прекурсор, вот это мы предполагаем, что теус, тетраэтоксид килан, я буду называть теус, побыстрее, чтобы было. Он реагирует с водой. Но он просто так не будет реагировать с водой, нам нужна определенная pH-среды. Нам нужно ее подкислить. Для этого мы добавляем кислотный катализатор очень маленькой концентрации. В нашем случае это будет 0,01 малярность. Это потом мы разберем, когда будем считать сами. Зачем нужен растворитель? Чем больше мы добавим в эту смесь растворителя, тем дальше у нас вот эти частицы, твердые частицы будут друг от друга. И мы можем так варьировать структуру аэрогеля. Чем они дальше будут друг от друга, тем будет прозрачнее гель у нас, аэрогель в конечном итоге, потому что они далеко и между ними большие поры и больше пространства свободны. А чем меньше растворителя, тем наоборот больше упаковка будет частиц и другая структура. С гидролизом, я думаю, понятно. Мы просто это все вместе смешиваем. Кислотный катализатор вместе с водой, потому что у нас гидролиз сидел с водой. Затем, после получения золи, как нам получить гель? Что такое гель? Представляем сразу желе, например, только немного потверже. То же самое желе, оно вроде твердое, но внутри есть жидкость. Чтобы нам получить вот это желе, гель, нам нужно снова изменить каш-среды. В этот раз уже с кислотного на основный. Для этого мы добавляем аммиак. Но в этот же момент у нас в реакции должна быть вода, потому что без воды у нас ничего не пойдет. Поэтому у нас аммиак будет водный раствор. После гидролиза идет реакция конденсации, в которой мы получаем гель. Вот в этот момент вот эти частицы твердые начинают образовывать между собой структуру гель. Они начинают притягиваться и агломерировать, так сказать. И получаем в итоге у нас структура, твердая структура, внутри которой изопропиловый спирт. Ничего лишнего. Затем после гелеобразования происходит этап старения гелий. Это просто полученный гель, мы скидываем в изопропиловый спирт, чтобы отмыть от каких-то непрореагировавших соединений. Промыть. И в этот же момент еще структура упрочняется. Затем проводится сверхкритическая сушка гелей. И на выходе мы получаем аэрогель. Про сверхкритическую сушку нам нужно поговорить подробнее, потому что это важнейший этап получения аэрогеля. Потому что если гель мы посушим обычной сушкой, это уже будет не аэрогель. Давайте разберемся, что такое сверхкритическая сушка. Для этого нам нужно понять, что такое, в принципе, сверхкритическое состояние вещества. Постараюсь понятнее объяснить. Физхимии еще у вас не было. Любое вещество имеет различные агрегатные состояния. Давайте на примере воды. Вода может быть жидкая. Она может быть газообразная. И она может быть твердая в виде льда. Чтобы перейти в разное состояние, нужно либо изменить температуру, либо давление, либо и то, и то вместе. Что такое сверхкритическое состояние? Это состояние между жидкостью и газом. Не просто на картинке, а и в жизни вещество такое обладает свойствами и жидкости, и газа. И получается, наше вещество нужно довести именно до вот этих критических температур и давления, чтобы оно было в сверхкритическом состоянии. Что это нам дает? Теперь поговорим про сверхкритическую сушку. Вот представим, у нас есть яблок. В яблоке тоже есть поры, которые заполнены жидкостью. В нашем случае водичкой. И если яблочко будет посушить на тепловой сушке или на солнце, оно усядет и станет вот такое скупоженное. Если мы наш гель посушим так же, он в принципе так же примерно и будет выглядеть. Он сильно усядет, а нам нужно сохранить пористую структуру. А когда у нас аэрогель вот так вот усаживается, там по пористую структуру речи уже не идет. Там пор не осталось, там просто все скупожилось, все сломалось, все скопнулось. Нам нужна пористая структура. Из-за чего это происходит? При тепловой сушке, вот представляем, это пора. Вот здесь у нас растворитель, а вот это область раздела фаз. Вот здесь газ. Вот здесь у нас жидкость. И когда мы начинаем высушивать наш материал, что происходит с порой? Вот эта жидкость, вот здесь образуется капиллярное давление. Газ сверху давит вниз. Вот эта область раздела фаз начинает стягивать нашу пору. И в итоге у нас пора склопывается и разрушается. Поры уже нет. И на выходе у нас получается вот такая вспомканная структура. Есть еще один подвид сушки, это сублимационная сушка. Здесь мы не нагреваем наш растворитель внутри поры, а мы его замораживаем. И мы проходим возгонку, получается, из жидкой сразу в газ. И в итоге у нас вот этот лед, который образовывается внутри пор, он их разрушает. У нас, конечно, не схлопывается пора, но она разрушается. И все равно структура будет скомканная, все равно у нас будет усадка. Для аэрогеля мы используем сверхуэтическую сушку. Для этого, вот мы говорили про сверхуэтическое состояние веществ, мы подаем сверхуэтический СО2. И мы помним, что у него свойства и жидкости, и газа. И он неограниченно смешивается с растворителем, которым внутри поры. И вот этой области раздела фаз у нас уже нет. Потому что СО2 у нас не жидкий, не газ, он не создает капиллярное давление. И вот эта смесь, они уже вместе смешиваются, растворитель вместе с СО2, и вместе выходит. И получается, это замещение. Мы вытесняем отсюда растворитель без вот этой вот области раздела фаз. И в итоге у нас нет такого схлопывания, нет капиллярного давления. И потом мы подали давление температуре до критических, заместили полностью весь растворитель. И просто сбросили давление до атмосферных, и у нас весь газ улетучился. Все, у нас в итоге получилась идеальная пора, которая не схлопнулась, не поменялась никак в размерах. И в итоге мы получаем пористую структуру аэрогель. Аэрогели могут быть, это не название какого-то материала из одного вещества. Это могут быть различные вещества. Главное, чтобы в материале были поры, и чтобы пористость была чуть ли не 99%. А что значит для нас пористость 99%? Это значит, 99% материала у нас воздуха. За счет этого у нас будут те великолепные свойства, которые мы обсуждали в начале. Я предлагаю вам задать пока что вопросы какие-то, если появились по ходу лекции. Вообще не понимаю, как этот аэрогель будет. У меня есть здесь опытные образцы. Могу передать. Вот этот аэрогель на основе алюминия. У нас есть много разных. У нас есть на основе диоксидоклиния, алюминия, есть органические. Органические кладения я не взяла. Есть аэрогели вместе с углеродными нанотрубками. Вот из-за того, что большая производительность, мы можем туда внедрить нанотрубки. Там еще была картинка с люминофорами. Передадите? Я могу... У меня здесь много баночек. Есть порошок. Мы можем в любой форме сделать аэрогель. Это не все. В зависимости от того, из чего мы сделаем аэрогель, он может быть эластичный, он может быть... Вот аэрогель на основе диоксидоклиния, они на самом деле хрупкие. А мы делаем, если органические, они уже хрупкие. Им тяжелее сломать, они прям возвращают свою эластичность, так сказать. Все зависит от того, для чего нам нужно аэрогель сделать, для каких применений. И какими свойствами им нужно обладать. Из того мы его и будем делать. А вот из-за того, что аэрогель, я бы представила, как такой... Гель. Изначально он гель. Затем, когда мы замещаем, откуда наш растворитель, на воздух, он становится аэрогель. Нет, он не жидкий. Если он будет жиденьким, то он уже будет не аэрогель. Все схлопнется, все сломается. Воды нельзя. Мы сейчас будем считать перед мастер-классом, потому что перед тем, как идти в лабораторию что-то делать, мы сначала должны что-то рассчитать, посчитать. А то мешать все подряд в любых пропорциях нельзя, понятное дело. Поэтому мы с вами сейчас вместе рассчитаем, сколько нам нужно по массе взять Теоса, изопропилового спирта и воды, чтобы получить золь. И затем еще рассчитаем, сколько нам нужно аммиака, чтобы уже получить гель. Здесь ничего сложного нет, вы не пугайтесь. Давайте я буду говорить, потому что писать у меня не получится, а вы будете написать. Что у нас, какая стоит задача? Мы хотим сделать массу раствора, общую массу раствора 300 грамм. Что это значит? Общая масса у нас будет стоять из Теоса, изопропилового спирта, воды и аммиака. Ну и там, и там. Вот видите, смотрите, пожалуйста, внимательнее. Вот здесь ашклор вода, аммиак вода. Значит, мы их берем по воде. Их концентрация будет такая маленькая, что мы их не учитываем. В нашей задаче так можно сделать. Поэтому мы когда будем считать малярную массу ашклор, мы берем как воды. 18. И здесь тоже берем. 18. С чего мы начнем? У нас есть всем известная, я думаю, формула. Найти количество вещества из массы и малярной массы. Теперь мы можем найти массу. А, да, я предоставила. У нас есть мольное соотношение. В каких соотношениях у нас должны быть все реагенты? Вот и вот. Если мы знаем количество моль, мы, следовательно, можем найти массу. Правильно? Я вас попрошу найти массу для каждого вещества. И аммиака тоже, пожалуйста. И мы с вами сверимся, сколько у вас получилось, сколько у меня. И посчитать их общую массу. Масса Теоса у нас будет 84. Масса ИПСа из пропилового спирта 169. Возможно, даже 170. Масса воды из ашхлор 26. И масса воды с амиаком 19. Либо 20. Все. Вот эти цифры мы запоминаем. Мы по ним сейчас будем делать. И давайте еще быстренько одно посчитаем, что нам тоже пригодится. Как мы уже упоминали, нам нужно будет, чтобы понять. Нам всегда все-таки нужно будет, чтобы получить золь, добавлять ашхлор. И чтобы получить гель, нам нужен будет аммиак. Но так как это водные растворы, нам нужно будет посчитать по концентрациям, сколько нам нужно этого вещества, чтобы получить определенную концентрацию. Мы будем делать раствор ашхлор 001 молярность. Что такое молярность? Это такая мера концентрации. Есть массовые концентрации, мольные концентрации. Есть молярность. Это будет уже потом у вас в университете. Но тут ничего сложного. Это количество моль на объем раствора. Объем раствора у нас в литрах. Обычно в литрах считают. Поэтому, видите, она какая маленькая. Поэтому мы до этого учитывали по воде. Но здесь уже мы будем учитывать их реальные массовые мольные концентрации. Потому что мы для них делаем растворы. Получается концентрация для ашхлор и концентрация для аммиака 03. Сейчас мы будем с вами считать, сколько нам нужно добавить ашхлора и аммиака, чтобы получить раствор вот этой концентрации объемом 100 миллилитров. Тоже ничего сложного, просто не звучит страшно. Возможно, понимать. Обратимся опять к этой формуле. У нас есть С, правильно? У нас есть объем раствора 100 миллилитров. Мы сразу это делим на 1000, чтобы получить у литра. Значит, из этой формулы мы можем найти количество моль. Давайте найдем количество моль для ашхлор и для аммиакна. Я пока что расскажу, как обстоят дела в реальной лаборатории. Вот мы с вами привыкли. Мы сейчас посчитали с вами массу, которая нам нужна чистого вещества, чтобы добавить его в водичку и получить вот такой раствор с такой концентрацией. По факту вещества вот эти не хранятся с концентрацией 100%. Они вот, например, ашхлора у нас с концентрацией 36% в лаборатории хранится, потому что полностью 100% ашхлоры так бы нет. Аммиак у нас тоже 100% и максимум концентрации в водном растворе это 25%. Поэтому лаборатория у нас 25%. Поэтому нам с вами нужно сейчас пересчитать. Мы посчитали массу для 100% вещества, а у нас в лаборатории есть только с какой-то концентрацией. Нам теперь нужно пересчитать, сколько нам нужно массы вот этого раствора, который у нас по факту есть. Как мы это сделаем? У нас масса вещества будет равняться массе раствора, который у нас в лаборатории, умножить на вот эту концентрацию. Запишите себе, пожалуйста, я это не вынесила. Еще раз, масса вещества, это вот масса, которую вы сейчас посчитали, 100% вещества, равняется массе раствора. Масса раствора это то, что у нас в лаборатории, умножить на 36,5. Это для ашфлор, потому что его концентрация у нас там от 35 написано до 38 по ГОСТу. Мы берем среднюю. Это 36,5%. Нам нужно еще разделить на 100, чтобы перевести в долю. В процентах никогда не считаем. И получается нам нужно найти массу раствора, которого нам нужно добавить, чтобы получить такую же концентрацию. Масса раствора будет равняться массе вещества, разделить на его концентрацию. Эта концентрация для ашфлор будет 36,5, а для аммиака будет 25. Не забываем разделить на 136,5 и 25, потому что нам нужны доли. И теперь мы находим массы, которые по факту мы будем наливать в нашу лабораторию. На мастер-классе мы будем делать золь и, соответственно, будем его гилировать. Для получения золи, как раньше мы говорили, нам необходима будет соляная кислота. ТЭОС, рекурсор и изопропиловый спирт-растворитель. Для каждого реагента нам необходима своя собственная тара, потому что затем все вместе мы будем это смешивать в одном стакане. Затем. Но надо помнить, что нам нужно сделать растворы ашфлор и аммиака. Значит, надо начать именно с этого. Растворы мы будем делать вот в таких колбах по 100 мл, как мы и рассчитывали. Кто-то будет разливать растворы на аналитических весах, которые стоят под вытяжкой, потому что реагенты летучие, особенно аммиака. Кто-то будет разливать на технических весах, потому что они менее точные, и там масса нам нужна больше, чем масса ашфлора и аммиака. Там массы 1 сотая и 2 грамма. Это достаточно мало для технических весов. Затем, для того, чтобы налить реагенты, нам понадобятся вот такие пипетки. Чтобы ими пользоваться, у нас есть специальные насосы. Для этого мы вставляем. Нажимаем на кнопку. Вставляем пипетку. Отпускаем. Чтобы набрать жидкость, нам нужно опустить колесико вниз. А наоборот, чтобы выпустить реагенты, мы опускаем наверх. Также у нас есть вот такие дозаторы. Это для большего объема веществ. Работают они еще проще. Нажать клавишу и отпустить. Нажимать нужно не до конца, чтобы не сломать наш дозатор. Получается, сейчас сначала ребята делают у нас раствор ашфлор и аммиака. А кто-то в этот момент будет у нас смешивать изопропиловый, не смешивать, а отмерять изопропиловый спирт и теос. Затем, когда ребята захочут делать растворы, мы отмеряем необходимое количество аммиака и соля на кислоту. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok После того, как мы отмерили нужное количество изопропилового спирта, соляной кислоты и тетраэтоксиселана, Для получения золи мы их просто смешиваем. Для этого у нас есть специальная магнитная мешанка, работана она от магнита. Один магнит мы кидаем в саму перемешивающуюся жидкость, а магнит снизу будет мешать верхний магнит. Так у нас получается перемешивание. Затем мы все реагенты просто вместе смешиваем при перемешивании, чтобы у нас образовался равномерный золь. Выливаем. Примерно через сутки это будет у нас золь полностью сформированный. На данный момент мы просто его оставляем при перемешивании, а гель мы будем делать уже из готового золя. Сейчас будет самое интересное. Мы в золь добавляем аммиак, и у нас практически сразу начинается реакция геля образования. Чтобы у нас гель не образовался прямо в стакане, мы хотим, чтобы у нас были вот такие монолитики. Мы будем шприцы заливать, еще такой вязкий золь, пока он не гель. Здесь он уже загелируется, и отсюда мы будем вытаскивать гель. Поэтому здесь надо сейчас все это быстро сделать. Потому что если мы будем долго заливать, то у нас гелируется прямо в стакане. Нам это не надо, чтобы у нас было. Поэтому нам нужен человек, который быстро это будет все разливать. Выливаем аммиак, и перемешиваем. Перемешиваем. Ну, я не думаю, что мы долго будем помешать, но мы в секунд 10, чтобы это все равномерно здесь распределилось. А затем уже заливаем. Разливать надо быстро. Только, смотрите, если будете что-то выливать, выливаться будет. Не волнуйтесь, это мы все помоем. Главное, успеть разлить. Слышаться на первый раз, к нему будете переливать, все это будет так влиться. Не волнуйтесь, все нормально. Главное, все это сделать быстро. Болосы не имеют вязки, поэтому мешалка ведет себя так между двадцать. До встречи. Двадцать. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо всем за внимание